но мы сейчас посмотрим все-таки были здесь деревья или нет 23 24 вот это гетто это гетто анапы тут нет деревьев тут летом будет жара друзья сегодня воскресенье 10 февраля 2019 года и сегодня мы на нашем канале покажем вам как уничтожают деревья в анапе сюда попадаешь как в другой город это уже не та анапа малоэтажная уютная с миленькими улочками ты уже другая анапа многоэтажная смотрите там 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 все идут многоэтажная застройка там в тумане тоже выстроились многоэтажные дома офис развития здесь тоже идет грандиозное строительство еще одна многоэтажная застройка но обратите внимание друзья вот самый такой интересный момент на который я и хочу обратить ваше внимание ради чего я сюда и приехал смотрите мы видим деревья летом они зеленые красивые дают тень вдоль дороги по субсекскому шоссе такие вот стоят деревья а с этой стороны смотрите нету этих деревьев а были ли они давайте сейчас посмотрим поближе здравствуйте а мы делаем репортаж а вот смотрите видите вот здесь деревья растут а там их спилили как вот вы относитесь к этому ясно так но человек не знает вообще росли ли здесь деревья или не росли он не местный но мы сейчас посмотрим все-таки были здесь деревья или нет смотрите вот тут росло дерево хорошее красивое дерево раз два три четыре пять смотрите ну хорошее дерево кто сказал что оно было сухим потому что говорят что эти деревья сухие и они шесть семь восемь девять десять одиннадцать ну тут вот действительно может быть хотя тоже вроде бы хорошее двенадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать 18, 19, ну вот трухлявое дерево, а почему, да, трухлявое, и тут даже, вот смотрите, видно, что вот это действительно трухлявое, почему я обращаю на это внимание, потому что люди, которые были обеспокоены, что в Анапе пилят хорошие деревья, позвонили к экологам, а экологи сказали, что? Экологи сказали, что все нормально, пилят сухостой. Смотрим дальше, 14, не-не, 14, 15, если я ошибся, поправьте, 16, ну вот это тоже, да, внутри, вот оно выгнило, видно, здесь вот выгнило, да, 17, 18, смотрите, хорошее дерево, хорошее было дерево, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ну и надо помогать, что вот эти деревья тоже будут следующие, 26, 26, итого 26 деревьев было, было спилено, что здесь будет вместо деревьев? Очередная площадка? Нет, другие посадят. Вот скажите, деревья спилили, вот, да, вы видели, идете мимо спиленых деревьев, как вы к этому относитесь? Плохо относитесь. А вы тут живете? Да. Плохо относитесь? Вот видите, деревья. Что здесь будет? Очередная какая-нибудь площадка для машин. Друзья, ну и так нельзя поступать. Тут и так район, вот это гетто, это гетто Анапы. Тут нет деревьев, тут летом будет жара, пыль, в домах будет шум, потому что деревья, они служат вот такой защитой от шума естественной. Но, вот, вот, такие дела есть возле жильев жилого хороа, горгибия и развития. Страшно, друзья, так не должно быть в городе-курорте. Не должно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я скажу пару слов. Раньше в дореволюционной России к деревьям очень бережно относились. Николай II, он запрещал привить вообще деревья. То есть, деревья в Российской империи не вырубались. И сейчас мы знаем, что в Сибири уничтожаются со страшной силой китайскими наемниками леса, кругляки. Каждые 10 минут из России в Китай уходит состав леса, кругляка. Народ об этом кричит. Но вот эта политика, она, конечно, ужасная. Отношение к деревьям, и это нужно менять. Мы просим власти всё-таки серьёзно отнестись к вопросу защиты наших лесов и деревьев. Это не только в Анапе. Это происходит по всей России, к сожалению. Продолжение следует...